Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан, чем отличается печь для русской бани от печи для сауны. Ну, сразу хотелось бы, чтобы люди включили понимание. Сауну, какую вы понимаете сауну? Если вы понимаете финскую сауну, то сауна финская, как и русская баня, имеет одни корни, одинаковые функции, одинаковые температуры, одинаковые кондиции. Ничего у нас нет отличия. Ту сауну, которую приняли у нас здесь в России, которую коммерсанты продвинули, это не баня. Это вообще, ее нужно прекращать говорить о ней, как о бане. Понимаете? Это просто тепловые камеры. Хотят люди погреться, и то они там не греются. Ну, что такое, зашел на пять минут, да, а полчаса в предбаннике посидел или в бассейне. Ну, о какой бане разговор, о какой сауне разговор? Ну, назвали ее сауну, все, пускай будет сауна. Поэтому, для того, чтобы париться, нужна хорошая печь с мягким нагревом, с хорошей парогенерацией. И эта печь есть, она печь казачка. Мы специально ее сделали под эти режимы. Не под сауны. Хотя, есть пример. Человек решил, ну, говорит, я хотел испытать, сколько же она создает. Он гонял ее в хвост и гриву. 110 выжил. Говорит, я выжил, ура, видео можете посмотреть. Но это просто эксперимент, который, ну, не для парения, не для использования ее, как благоприятную, оздоровительную баню. Мы говорим о бане оздоровительной, очистительной, где можно и попариться, и помыться, и оздоровиться, сделать массаж, получить удовольствие. А если вы хотите просто так провести время, тем более в компании, и, как некоторые говорят, я пошел в сауну. Какая вам разница, какая там печь стоит? Ну, какая разница? Вы же пошли туда не за печью, не за паром. Поэтому, что стоит, то и стоит. Если вы хотите такое себе дома сделать, ну, ставьте обычную печь, купили сауну печь, поставили, и все. Зашли с друзьями, там, как некоторые, пиво попили. Это вообще не баня. Пиво пить лучше на кухне. Ну, хотите вы пить где-то там с печью? Ну, понятное дело, в сарайке холодно, а тут сделали утепленное помещение, назвали его баней или сауной, и пьют пиво. Ну, и хорошо, пейте дальше. Это не баня. Это не баня. Если нормальная баня, русская баня, то она должна быть с хорошей печью. Начинается, как говорят, пляшем от печи. Потом дальше, конечно, там конструктив, баня, вентиляция, баня, много чего. Но, будет у вас хороший конструктив, будет вентиляция, а печи не будет, и бани не будет. Доделать вентиляцию можно. Доделать конструктив, там, отделочку сделать можно. Но не поставив хорошую печь, не получите баню. Поэтому печь для русской бани, это, в моем понимании, казачка. И поэтому я и говорю, хорошая, с паровыми режимами печь. Пока я ответил на этот вопрос. Всего доброго.